В 180-е годы в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. Но поскольку, даже утратив практическое значение, это утверждение носило принципиальный характер, то Вячеслав Михайлович отмечал, известно, что жизнь, социально-экономическое и политическое развитие СССР все эти годы шло по непринятому в программе курсу. Наша страна все эти годы шла. Точка. Продолжая осуществлять встававшие задачи строительства социалистического общества. Извините, как можно спокойно писать, что правящая партия не обеспечивает следование курсам, определенным ее главным стратегическим документам? Практическое отклонение от курса выдающийся политический деятель объясняет ясно и недвусмысленно, партия поступила правильно, не сделав необоснованного поворота от строительства первой фазы коммунистического общества, социализма, к строительству высшей фазы коммунизма. Но если партия поступила правильно, то в чем смысл обращения к съезду? На этот важный вопрос Молотов дает четкий ответ, но отказавшись на практике от принятого в программе политического курса на непосредственное строительство коммунизма, партия не определила, какие новые основные задачи встали перед СССР. Такое недостаточно определенное положение в отношении политической линии партии не может продолжаться длительное время без ущерба для дела социализма. Такая недостаточная ясность в формулировке политической линии партии не на пользу социалистическому обществу, которое прежде должно решить некоторые важные задачи развернутого строительства социализма. Теперь вопрос перед собой и перед делегатами ставит самоавтор обращения к съезду. В чем заключается основная политическая задача? Основные политические задачи СССР в настоящий период? Ответ у соратника Владимира Ильича Ленина и Ивы Сталина достаточно обстоятельный. Некоторым забеганием вперед являются заявления, что в нашей стране уже построено развитое социалистическое общество. Для этого еще не хватает создания некоторых важных частей нового общественного строя, присущих, согласно марксизму-ленинизму, зрелому социалистическому обществу. Для этого нужно раньше освободить общество от некоторых существенных недостатков переходного периода, прежде всего от деления общества на классы, а это требует немалого времени и новых больших и разносторонних усилий со стороны всего советского народа и его авангарда, рабочего класса, коммунистической партии. Установив, что в СССР уже не одну пятилетку идет строительство развитого социалистического общества, мы тем самым признаем, что СССР вступил в исключительно важный для дела строительства социализма период, в период завершения строительства социализма. И ныне, спустя два десятилетия после принятия программы, где была поставлена задача непосредственного перехода к коммунизму, «Наша партия еще не может ставить такой задачи». Но теперь имеются все необходимые основания, чтобы определенно сказать, что советская страна ставит перед собой великую задачу – завершить построение социалистического общества. Автор обращения к съезду предлагает его делегатом достаточно четкие критерии завершения социалистического строительства. Он пишет, что же касается периода завершения строительства социализма, то это такой период, когда народное хозяйство полностью, безраздельно переходит на основы общественной собственности на средства производства, когда колхозная собственность планомерно и организованно, под руководством партии, поднимается на более высокий общественный уровень, превращаясь в общенародную собственность. Вывод о победе социализма в СССР полностью и окончательно Молотов считал торопливым и упрощенческим. Причем правильно определив его изъяны, Вячеслав Михайлович даже не мог в полной мере оценить справедливость собственных оценок. Их истинность и актуальность еще полнее раскрылись после реставрации капитализма в бывших республиках СССР и странах социалистического содружества. Реставрация капитализма в обществе, построившем социализм полностью и окончательно, означало бы отрицание законов исторического развития. Получалось, что в истории откаты возможны на любом этапе. Но если нет объективных границ попятного развития исторического процесса, то решающим фактором становились бы воля и произвол человека. Согласие с тем, что реставрация капитализма произошла в стране, которая построила социализм в основном и полностью, в области философии означало бы безоговорочное признание идеалистического понимания истории. Согласившись с таким ходом развития событий, было бы логично вернуться либо к мелкобуржуазной псевдотеории героев и толпы, либо впасть в фидеизм и мистику. Общество характеризует соотношениями собственности. В.М. Молотов всей своей логикой утверждает материалистическое понимание истории. Он – последовательный проводник марксистско-ленинского учения и в теории, и на практике. Поэтому он и рассматривает в качестве первого признака, определяющего стадо общественного развития, отношения собственности. Он пишет, в СССР уже реально установилось, хотя еще и не полностью, господствующие положения общенародной собственности на средства производства в народном хозяйстве. Сложившиеся в стране господствующие положения общенародной собственности создают все более благоприятные условия для всестороннего роста производительных сил и для подъема благосостояния народа, укрепляет базу растущего социального и морально-политического единства советского общества, что особенно важно в эпоху развертывающейся во всем мире борьбы реакционных сил империализма силами социализма, отстаивающими коренные интересы социального прогресса и мира между народами, а все это является предпосылкой более глубокого духовного развития социалистического общества и каждой стремящейся вперед личности в нашей стране. Здесь особого внимания заслуживает диалектическое осмысление социальных процессов. В.М. Молотов обращает внимание партии на противоречивое единство укрепления социалистической собственности как основы прогрессивного строя и обострения классовой борьбы двух мировых антагонистических социально-экономических систем. Увы, партия не прониклась озабоченностью старого большевика, а следующее поколение партийных начальников Горбачевского выводка даже старательно обхихиквало сталинистский лозунг обострения классовой борьбы по мере расширения сферы подлинной социалистических отношений. Но если Горбачевская и Ковлевская комарилия обхихикивало сознательно, то миллионы партийцев не только не противостояли этой мерзости, но еще и поддакивали ей. То ли по привычке кода Брямс, то ли из-за беспросветной неграмотности в области марксистско-ленинской теории. В общем, предупреждение Молотова повисли в воздухе. Не меньшего внимания заслуживает идеалектическое осмысление Молотовым взаимосвязей классовой борьбы и духовного развития общества. Выдающийся партийный деятель подчеркивает в этом единстве ведущую роль классовой борьбы. Она помогает осознать рабочему классу и его стратегическим союзникам свои коренные интересы. Она формирует зоркость и бдительность в отношении классового противника. Как и В. и Сталин в экономических проблемах социализма в СССР, В. М. Молотов в обращении к 26 съезду КПСС уделил большое внимание соотношению общенародной и колхозно-кооперативной собственности. Мы остановимся лишь на одном аспекте его анализа, в котором он стремится, как всегда, использовать марксистско-ленинскую методологию. В. Михайлович, в частности, писал, Маркс и Энгельс считали, что в эпоху строительства социализма кооперативные формы хозяйства населения должны широко применяться. При этом они считали, что кооперативные формы могут выполнять большие задачи в деле подготовки и осуществления социалистического строительства населения как промежуточное звено в определенный период перехода от старого общества к новому, к коммунизму. В соответствии с этим высказывался и Ленин. В статье о кооперации, 1923 год, Ленин писал, что в условиях советского государства, где государственная власть принадлежит рабочему классу, предприятиями последовательно-социалистического типа следует считать такие предприятия, где и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоят предприятия, и все предприятия в целом. Ленин не считал кооперативные предприятия, создаваемые на первых этапах социалистического строительства, предприятиями последовательно-социалистического типа. Но он указывал, что в условиях советского государственного строя кооперация на селе создает все необходимое и достаточное для построения социалистического общества. Молотов настойчиво обращается к классикам марксизма-ленинизма не из догматизма или любви к цитатничеству, а чтобы обосновать, что ошибочно утверждение Хрущева о том, будто сосуществование общенародного и колхозно-кооперативного вида в собственности служит надежным основанием для перехода к развернутому строительству коммунизма. Но еще важнее и политический вывод, к которому приходит соратник Сталина, в ошибках программы о построении коммунистического общества к началу 80-х годов сказалось наличие некоторых неправильных, ненаучных, представлений о социалистическом обществе. Авторы программы отступили от важных принципиальных положений по этому вопросу, имеющихся в трудах основоположников научного коммунизма и В. и Ленина, фактически противопоставив им свое утверждение, не имеющее научного значения. Удивительно им касказано. Не в бровь, а в глаз. И не только Инесс Хрущеву и его подельникам. Эта болезнь живуча до сих пор. И чем скуднее теоретический багаж, тем агрессивнее ее проявление. Впрочем, об этом Молотов не писал, считая, что такие аксиомы делегатам партийного съезда хорошо известны. Правда? В письме Съезду КПСС его автор приводит пример весьма вольного толкования марксистско-ленинской теории некоторыми известными философами и экономистами в академических мантиях. Книги, о которых шла речь, сегодня едва ли найдутся даже в фундаментальных библиотеках, поэтому об их критике можно было бы и не вспоминать. Однако крайне актуально заключение, которое делает Молотов из анализа некоторых работ, само собой разумеется, что приведенные примеры, говорящие о серьезных неправильностях во взглядах на социалистическое общество, не могут не привлекать внимание партии. Наша партия никогда не занимала нейтральных позиций при подобных обстоятельствах. Неопровергаемые никем серьезные принципиальные отступления от принципов научного коммунизма не могут не вносить колебаний в боевые ряды партии, не могут не тормозить строительство коммунизма. Необходимо, чтобы под руководством партии был дан решительный отпор подобным идейным шатаниям, развивающимся в настоящее время ревизионистским, антиреволюционным тенденциям. Едва ли можно отрицать, что это – одна из самых неотложных задач партии. Однако, как показал опыт рубежа 1980-1990-х годов, отпора антиреволюционным тенденциям не случается, если руководство партии поражено метастазами оппортунизма. О классовой природе партии не так уж редко приходится слышать, что сегодня трудно объяснить, в чем сущность социализма. Только не труднее, чем 50 или 100 лет назад, потому что его сущность большевистская партия всегда разъясняла, опираясь на классиков марксизма. Письмо В.М. Молотова Съезду КПСС не только напоминает об этой истине, но и требует, чтобы коммунисты от нее никогда не отклонялись. Автор письма Съезду постоянен в пропаганде этой мысли. Противостояние между ним и НС Хрущевым по поводу третьей программы партии началось именно с этого вопроса. В феврале 1981 года Молотов вновь пишет, для Ленина сложившееся, зрелое социалистическое общество, это общество, где социально-классовых различий уже не существует, где нет классов. Из этого Ленин делает свой основной вывод о социалистическом обществе, социализм есть уничтожение классов. Пока в обществе сохраняется деление на классы, его нельзя считать полностью освободившимся от остатков старого, буржуазного строя. В самом демократическом обществе, где остаются классы, обязательно имеются такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Чтобы показать, что это не случайное высказывание Владимира Ильича, Молотов обращается к критике годской программы К. Маркса, к таким важным ленинским работам, как государство и революция, очередные задачи советской власти, великий почин, речь на съезде профсоюзов и т.д. Он обращает внимание на то, что преодоление классовых различий неразрывно связано с ликвидацией экономических укладов, разных отношений и собственности. Автор письма съезду снова указывает на диалектический характер этих сложных социальных процессов. Их противоречивость в том, что они не допускают ни промедления, ни торопливости. С одной стороны, как и во всяком большом общественном деле, с переходом кооперативно-колхозной собственности на основы общенародной собственности не следует торопиться. Для этого нужна большая политическая и разносторонняя хозяйственная подготовка, нужны серьезные организационные мероприятия. Но, с другой стороны, вопрос преодоления классовых различий ставится принципиально и остро, либо страна пойдет по этому пути вперед, в соответствии с назревшими задачами социалистического общества, то есть пойдет по пути завершения социалистического строительства, либо будет задержан, заторможен рост сил социалистического общества. Через пять лет, 25 февраля 1986 года, открылся следующий 27 съезд КПСС. Он проходил под лозунгом «Ускорение общественного развития». Однако в действительности он стал прологом для задержки и торможения роста сил социалистического общества. Вскоре началось создание новых кооперативов буржуазного по сути своей уклада. Затем на их базе «Ускорение общественного развития»